То, что по образцу сделано, вот это принимается Богом, и в этом есть большое благословение. Но дальше размышляя, дальше уникая в этот момент, братья и сестры, апостол Павел, он как бы пошел еще глубже. Мы тоже этот текст Писания слышали, где он говорил, что подражайте мне, как я Христу. В чем была глубина этой мысли апостола Павла? Другими словами, он показал, иметь образец перед собой – это хорошо. Иметь образец – это правильно, и поступать по нему – это прекрасно, но этого мало. Он показал, что, Тимофей, ты будь образцом. Тебе нужно быть образцом. И я лично понимаю так. Быть образцом для кого-то, для других людей – это смело сказать, это смело заявить – делай, как я. А вот теперь проверяйте, мы можем проверить, братья и сестры, являемся ли мы вопросом для других людей, в семье или то, в церкви или то, в воскресной школе или где угодно, где мы совершаем, осуществляем служение. Могу ли я сказать вслух – делай, как я. Если вопрос касается молитвенной жизни, молитвенной части нашей христианской жизни, то сказать – делай, как я. Если вопрос касается, может быть, жертвенности, жертвенности, я не знаю, в трудовой деятельности, в финансах или еще в чем-то, я могу сказать – брат, сестра, у него, дорогие дети, делайте, как я. Если касается вопроса вхождения в страхе Господнем, вхождения в чистоте, в семянности, я могу сказать тоже так же, что делай, как я. Конечно, когда мы говорим о подражании, когда мы говорим о примере для других людей, я иногда затрагиваю важную мысль – подражать надо, копировать не надо. Иногда люди не понимают разницу между подражанием и копированием. Хотя, если вы посмотрите в словаре русского языка, то вопрос копирования – это тоже подражание. Но, повторяю, есть большая разница между копированием и подражанием. Когда человек копирует другого человека, как правило, он копирует, он подражает каким-то внешним фактором, внешним действием этого авторитетного человека. Ну, например, если возьмем проповедника, и вот он, может быть, слушает своего любимого проповедника, из хорошего проповедника, и в нашем муравстве, я очень радуюсь, что в нашем прекрасном, огромном, большом муравстве есть хорошие проповедники. И вот представьте, что этот авторитетный проповедник, когда он проповедует, он какой-то жест такой делает. К примеру, если человек копирует его, вы вскоре заметите, что когда он выйдет за кафедру, он такой же жест он же сделает. Он не подражает, он, в принципе, копирует какие-то отдельные действия, внешние действия, внешние факторы этого человека. Или, например, может это в интонации будет выражаться. Бывают так, есть проповедники, которые они то такую высокую ноту возьмут, то они потом на такой, знаете, полушепот перейдут, потом они еще как-то, у них интонация меняется постоянно, и когда человек один копирует другого человека, вы вскоре заметите, что его интонация будет очень похожа на этого авторитетного человека. Он будет то громко, то потише, то на полу шепот, то шепот, то еще как-то. Я помню, в 90-е годы был очень интересный момент у нас в Новосибирске. Приехал один очень хороший проповедник, я тоже назову его имя, может быть, кто-то из уже давнейших друзей, членов церкви его помнят. Был такой в Германии Валдомар Сандарчук. Валдомар Сандарчук. Он приезжал к нам в Новосибирск, и это был пастор церкви из Германии. Он приезжал с большой командой и проповедовал несколько дней в Большом дворце культуры у нас в Новосибирске. И на самом деле это был прекрасный проповедник. Я в те годы такого проповедника встретил первый раз, вы знаете, чем он был хороший и до сих пор хорош в моих глазах. Но один из критериев, почему он был хорош в моих глазах, уже прошло больше 30 лет, я прекрасно помню его проповеди. Я могу пересказать часть его проповеди очень подробно. Я не заучивал, я не записывал, я просто вот так проповедую, чтобы твои проповеди помнили 30 лет с лишним. Это что-то. Это что-то. И вот он интересно, когда он говорил, он очень интересно говорил, интересно приводил, и вот его интонация, она очень сильно скакала. То, знаете, для него это было естественно, для него это было правильно, для него это было хорошо и свойственно именно для этого человека. После этих собраний шло воскресное собрание в нашем старом еще молитвенном доме. И там был один брат, он до сих пор живой, не буду называть его имени, и вот он вышел на воскресную проповедь. И он, интонация была один для того, почти стопроцентна. Хотя я его знал десятки лет, ну раньше, много лет его знал, но это был совсем другой человек. Так же повышает кровь, так же понижает. На полу шоу приходит и так далее. Но всему собранию сразу было явно, что тут какой-то дупликат. Тут Валдомар Центарчук номер два. Когда мне было 20 с лишним лет, я получаю записку. Мне интересно, в собрании приходят. Вы часто получаете записки в собрании? Я получил записку. Она не подписана, но мое сердце затрепетало. Знаете почему? Потому что почерк был моей жены. Я сразу узнал, и она мне пишет. Миленький, если ты будешь проповедовать в этом собрании, умоляю тебя, оставайся самим собой. И я прекрасно понял, о чем речь идет. Я понял, что если я буду проповедовать, как первым не надо. Итак, делай как я. А теперь у меня следующий вопрос. Братья и сестры, они слишком высокая планка. Я скажу, нам страшно так заявить. Хотя апостол Павел пишет, ты будь образцом, именно ты будь образцом. Нам страшно. Вот сейчас кто-то из нас встал бы и сказал, подалеки, братья и сестры, по какому-то лигу отдели, делайте, как я. А почему страшно? Страшно же потому, если особенно в зале жена находится или дети. Вдвойне страшно. А почему? Потому что уж папа-то кто-то хорошо знает, лучше все, особенно где? Дома, особенно дома. Ну, жена и дети. И если бы я так заявил, делайте, как я, то, возможно, они бы мне сказали бы, ну, дорогой папочка, ну, а всегда ты дома такой, как ты красивая, тут говоришь с кафедры за моим. Поэтому, на самом деле, дорогие братья и сестры, не лучше ли, не проще ли, не безопаснее ли, что тебе потом в упор никто не поставит, просто людям указать на Христа? Зачем не быть образцом? Вот вопрос-то главное. Зачем в человеках нужен образец? Когда мы с вами имеем, уже мы слышали, совершеннейший, прекраснейший образец во Христе Иисусе. И, я вам повторяю, было бы намного проще указать всем людям на Христа. Будь это Христос, это было бы правильно. Да, правильно. Кто с этим будет спорить или в этом сомневаться? Но апостол Павел, он так вопрос не ставит, что Христос образец, это прекрасно, что Он пример для подражания, это прекрасно. Но, Тимофей, ты быть образцом, это касается меня и каждого из вас, мы должны быть образцом. Вопрос, почему именно Слово Божие такое требование к нам предъявляет, чтобы не только во Христе образец, а чтобы мы были с вами образцом? Но, как минимум, я нахожу две причины для этого. И первая причина, зачем нужен именно образец в людях для других людей. На нас с вами, братья и сестры, очень сильно влияет, нас очень сильно впечатляет, когда рядом со мной находящиеся люди действительно являются образцом. Вот это впечатляет. Вот это на нас очень сильно влияет. Апостол Иоанн, когда был на земле, апостолы были на земле, когда Христос был на земле, он писал о том, что было от начала, что мы с вами слышали, что мы видели своими глазами или очами, то, что осязали руки наши в слове жизни. Оказывается, это настолько было впечатлительно, хотя, возможно, они евреи, они с детства знали закон, слышали закон и так далее, и родители научали их закону Божьему. Но однажды, когда мы лицом к лицу столкнулись, мы видели, мы слышали, мы осязали, вот это на такой глубокий след остался в душе апостола Иоанна, чтобы он это выражал в славе Божьем. Поэтому Иисус действительно был прекрасным проповедником, когда был на земле. О нем сказано так, что он проповедовал так, говорил так, как никто другой человек не говорил. Он говорил как власть имеющий. И, наверное, ни один проповедник, даже такой великий, как апостол Павел, не мог сравниться вопросы проповеди с Иисусом Христом. Я допускаю такую мысль. Но, когда я был, помню, в юности, мне было 13 лет, 14 лет, 15 лет и так далее, и рядом со мной были братья. Это были служители, это были проповедники, это были братья в церкви. И когда я слышал, как они говорили, как они проповедовали, когда я слышал, насколько я глубоко познание их Божьего, по слову Божьей истины, вот это меня сильно касалось, это меня сильно впечатляло, это во мне там все переворачивало и так далее. Как вот те говорили, двое не горело ли сердце наше, когда он, говорим, изъяснял описание. Я помню даже, когда вот были на молодежных общениях, и там был, вот, тогда руководил молодежью, ну, многие слышали, Сергея Нечиталья был такого, кто был епископом, много лет в Узбекистане, но он уже в вечности. Тогда он уже не был служителем, он просто вел молодежное общение. Но Бог так благословлял вот это слово и познание, которое Бог дал в основном, причем очень просто, доходчиво, но сильно в благодати. Я помню, я шел с молодежного собрания, у меня внутри горит все, у меня полуменеет дух, а мне хочется так же проповедовать, как мои братья старшие, а мне хочется, у меня возжигалось такое сильное желание внутри, в духе, так же знать слово Божие, изучать, познавать, как мои старшие братья. Вот личный пример, повторяю, он влияет, он касается, он просто захватывает. И вот почему одна из причин, почему нужен пример не только во Христе Иисусе, хотя это величайший пример, но пример должен быть и в людях. И вторая причина, которой я хочу коснуться, для чего нужен пример еще в людях или образец, это сильно свидетельствует, что пример Христа в нашей жизни это реальность. Иногда говорят, ну это же Христос, это же Сын Божий, конечно, что Он делал, это восхитительно, это прекрасно, а в нашей жизни это возможно или нет? Это реально или нет? Мы когда читаем или словы ищем определенные моменты жизни нашего Господа, то такой вопрос возникает действительно. Один из примеров. Когда Он уже был там в саду, приходит Иуда, приходит с воинами, с печами, с колями и так далее. И вот Он сказал, кого Я поцелую, Он тот и есть, возьмите Его. Он подошел к нашему Господу и поцеловал Его. А что Иисус в ответ сказал? Помните? А до этого что Он сказал? Друг мой. Друг мой, до чего ты пришел? Я недавно эту мысль говорил у нас там в Новосибирске. Если бы я знал бы, что человек, который меня предает, предает очень сильно, вероломно, и еще бы там целование, или там как-то бы предал меня, смог бы ли я назвать Его другом? В словах Христа не было лести, не было лукавства. Он действительно, Он назвал Его другом, и Он вкладывал тот смысл, который Он вкладывал в это слово. Как назвать Его другом? Не знаю, я по-человечески, я понимаю, у меня каких бы сил не было бы. когда Его распяли нашего Господа на кресте, когда эти убийцы стояли, Он истекал кровью. О чем он болелся в наш Господь? Отче, прости им. Прости им. Сердце наполнено такой любовью и к этим врагам, почему Он и говорил в свое время, даже любите врагов Ваших. Господи, а возможно ли это в моей жизни? И когда есть образец в людях, когда именно люди, Христос, это величайший пример, я это повторяю еще раз, но когда люди, подобные нам с вами, человеке, и когда они проявляли эту великую любовь к Божию, тогда просто удивляешься, что оказывается, это реально, это возможно, чтобы пример звезда мог притворяться в моей и твоей жизни. Но если есть такие люди, которые являются образцом для нас с вами, один из примеров, это помните Стефан, когда побивали его камнями, когда эти озлобленные люди, которые дышали ненавистью и злобой, и когда они кидали эти камни, просто убивали этого великого мужа Божия, а он молится, Господи, не вмини им греха, как это возможно? Это возможно, потому что были люди такие. Я еще один пример вспомнить. Возможно, вы многие читали об этом, может быть, слышали, слышали. Вот такая была женщина на земле, ее звали Кори Тенпун, которая написала книгу «Убежище». Может, кто-то слышал. Если как-то. Я сам читал эту книгу «Убежище». Когда эта семья, которые жили в Голландии или в Нидерландах, они спасали многих евреев, они сотни евреев спасали, эта семья спасала. И потом, когда уже их предали, их предали, и они оказались в концлагере, и эта женщина, она пережила все ужасы концлагеря, унижения, побои, презрения, болезни, отсутствие пищи и так далее. Там просто люди массами умирали и погибали. Мы немножко можем это представить. И потом Бог сделал чудо, когда уже вышел приказ о том, чтобы всех женщин, которые от 50 и выше, просто всех умертвить. Ей было 52 года. Но Бог сделал такое чудо, что просто, ну, для них это была ошибка. По ошибке ее выпустили из этого концлагеря, но это не было ошибки, это Бог сделал. И потом уже, после войны, она 32 года ездила по многим странам, как миссионерка, и свидетельствовала о Божьей силе, о Божьей милости, прощении, благости и спасении. Она объездила 60 стран, уже умерла, ушла в вечность, в годы, по-моему, 91 или 92 года. Так вот, и один был интересный эпизод, момент в ее жизни. Когда она была в одном таком большом собрании и свидетельствовала о Господе Иисусе Христе, то после собрания к ней подошел один такой пожилой, как там описывается, лысоватый человек, и он протягивает руку свою к этой женщине, и, обращаясь к ней, он спрашивает, можете ли вы меня простить? И ей руку подает. Когда она посмотрела, она внутренне пришла в ужас, она узнала его. Этот человек был офицером, значит, там, из немцев, это был один из самых жестоких охранников в этом концлагере, который просто взверствовал, который просто такие ужасные взверства он там причинял многим и многим заключенным. И она говорит в одно мгновение, все это всплыло в моей памяти, унижение и все, все это остальное. И когда он протянул руку, он говорит, я не могла подать ему руку свою. У меня все внутри там сколыхнулось. И она взболвилась, Господи, помоги, Господи, помоги. И вдруг Бог чудо сделал. Бог наполнил ее такой великой любовью ее сердце. И она протягивает руку, говорит, брат, он сказал, что я уверовал, я покаялся, я стал христианином, Бог простил меня, можете ли вы меня простить? И она подала ему руку, сказал, брат, я прощаю тебя. И потом, впоследствии, она писала, что в своей жизни в дальнейшей я никогда так остро не переживала величие любви Божьей, как я пережила в этот момент, когда я простила этого человека. Аллилуйя, слава Богу. Вот эти вот образцы, которые именно среди людей, они показывают, это можно прощать, можно любить. И не просто любить, а любить любовью Иисуса Христа. Можно прощать прощением Иисуса Христа. И потом еще мне одна фраза нравится этой женщине. Она писала, что прощение это волевое решение. А воля может функционировать независимо от температуры моего сердца. Иногда говорят, я не могу прощать. Да, температура нашего сердца она, знаете, очень высокая, потому что в памяти всплывают многие вещи этого человека, который принес мне проблему в жизни. но воля не зависит от температуры нашего сердца. Это волевое решение. В моем имя Христа я прощаю. И она простила. И поэтому, друзья, мы рассуждаем дальше вот в этом направлении. Хотя уже Браталек сегодня эти слова тоже прочитал, и я их прочитал. Мы коснемся с вами тех сфер более подробно. Где мы с вами должны быть образцом нашей жизни. И хоть так поэтапно я постараюсь чуть более кратко их перечислить и коснуться каждого из них. Посмотрите. Но будь образцом для верных в чем? В слове. я раньше представлял, когда я еще в юности читал это техписание, здесь апостол Павел Тимофею говорит о том, как нужно хорошо проповедовать. Как бы представлял только, что речь идет о проповеди, потому что Тимофей это Божий служитель, вообще как о нем пишется в других источниках. он даже был епископом в том месте, где он служил Господу Тимофею. И вот апостол Павел нужно быть образцом в слове, то есть ты когда проповедуешь слово, нужно быть образцом. Вообще в другом переводе или в других переводах стоит немножко другое слово. Будь образцом в речи. Будь образцом в речи. Хотя там стоит слово логос, это известное нам слово, то с греческого языка оно переводится следующими словами. Слово, выражение, речь, рассказ. И это все логос. Поэтому очень важно, чтобы мы были образцом в речи нашей. Тем более здесь собрались труженики и труженицы, которые постоянно они говорят, ведут труд с детьми, с подростками, может, с полнатежем кто-то и так далее. И поэтому наша речь, она дорожается как минимум в двух направлениях. Первое направление, когда мы говорим речь во время нашего выступления. Это возможно на уроке воскресной школы, воскресной школы, или может, где-то еще где-то мы говорим речь. А второе направление нашей речи, которое мы имеем в общении, это диалог, когда мы с кем-то разговариваем, может, взрослый со взрослым, может, взрослый с ребенком, и мы говорим что-то, общаемся, вот здесь тоже важно быть образцом в речи. И я хочу такую мысль выразить, когда мы знаем, что нам нужно где-то говорить, нам нужно готовиться к нашей речи. Это первое. И второе, нам нужно работать над нашей речью, потому что это очень важно, как мы говорим, как мы выражаем те же Божьи истины, которые мы с вами выражаем. Ну, например, один мой родственник, он так говорил, он говорит, я проповедую вообще без конспекта. И подобную мысль я встречал неоднократно. Но это прекрасно. Я вот уже проповедую примерно 40 лет, и я говорю с конспектом. У меня есть листочек, у меня есть конспект. Но он говорил это с таким чувством превосходства. Там братья конспекты делают, там братья конспекты пишут, там какие-то записи делают, а я без конспекта. Ну, прекрасно. Но иногда послушаешь отдельных людей, послушаешь их речь, и просто замечаешь, это люди, которые выходят на это святое место, но они не подготовлены к речи. У них мысли скачут, как вы знаете, косточки на горах скачут, они очень такие бритки, такие то туда, то влево, то вправо, и вот выходят говорящие, и у него мысли скачут. Как выражается, началось здравие, кончилось покой. когда есть подготовленная речь, даже если есть краткий конспект, и ты можешь пункт за пунктом излагать мысли, они не скачут влево или вправо, тогда это истинно, это Божье Слово, оно правильно укладывается в наших мыслях, ну и в нашем сердце. Конечно, я уже сказал, что мы должны работать над нашей речью. Бывает так, что, тем более здесь преподаватели воскресных школ, бывает говорит человек, а он проглатывает многие слова, он проглатывает многие фразы или проглатывает окончания. И бывает очень сложно слушать человека, который не проговаривает окончания слов. Но над этим надо работать. Бывает так, что человек говорит, у него такая, знаете, какая-то обрывистая речь, такая нескладная обрывистая речь, и тоже бывает очень трудно слушать такую речь. Над этим надо тоже работать. Когда речь плавная, я иногда говорю даже проповедник или выступающий, когда он говорит, это подобно хористу, подобно певцу. Даже во время нашей речи, очень важно как дыхание наше работает. Может, вы удивляетесь, уже ли для говорящего важно дыхание? Очень даже важно. Попробуйте хористу без правильного дыхания. Он не сможет. Если как хорист он поет на выдохе, когда мы говорим на выдохе, тогда мы можем вовремя взять дыхание и говорим на выдохе, тогда эта речь получается плавная, красивая и так далее. Когда мы проговариваем отдельные слова, очень часто мы ставим неправильные ударения. А хорошо говорить так, чтобы ударения были правильные. Я даже над собой как работал. Допустим, идет собрание, брал проповедует, и я слышу, что он какое-то слово говорит, но для меня это слово звучит, как непривычно. Я всю жизнь привык вот так слово говорить, а он ударение по-другому поставил. Я для себя делаю вывод, или я неправ, или он неправ. Я это слово записываю себе на бумажке, ставлю вопрос, домой прихожу, я обязательно посмотрю в словаре, не точно, он правильно сказал, а я неправильно говорил. Можно пропустить мимо ушей. когда эту мысль говорю среди братьев-служителей, братьев-проповедников, то они как бы отмахиваются, да какая разница, какое ударение я ставлю, лишь бы я говорил Божье слово, Божье истину большая разница, друзья мои. Когда ударение правильное, мы тем более раз говорим на русском языке, я понимаю, что мы бы сами проповедовали на армянском языке, если бы мы немножко знали армянский язык, там бы сильно обошибались бы, но это не проблема, но если мы русскоговорящие люди и говорим на русском языке, давайте будем притяживаться правилу русского языка. и когда вы говорите в классе правильную речь, правильные слова, правильное удаление, ребенок это ухватывает. Он точно так же видя ваш образец, образец вашей речи, вашего слова, он будет правильно говорить. Конечно, важно подметить еще, что наши речи ошибки могут встречаться, они могут в моей речи ошибки встречаться, но главное то, чтобы мы работали и над своей речью, и мы готовили речь. И когда мы еще говорим, что наша речь выражается в общении, бывает так, особенно, когда если ребенок так себя ведет не самым лучшим образом, то мы бываем растражительными, мы бываем вспыльчивые. Я уже говорил, мы начинаем когда обрывсто говорить, это в такой даже неправильной интонации. Это разбивает наше образец. Разбивает и не созидает. Поэтому апостол говорит, будь образцом в слове, будь образцом в речи. И дальше сказано в нашем тексте в слове жди. Опять же, я иногда обращаюсь к другим переводам, то в другом переводе сказано в поведении. Что значит в жизни, в житии, в поведении? Конечно, пример, которым мы можем являть нашим поведением, это самый лучший пример. О нашем Господе Иисусе Христе сказано, что Он явил делом, возлюбив всю жизнь в мире, до конца возлюбил их, Он делом явил. О Боге Отце сказано, это золотой стиль Евангелия и Явы 3,16, ибо так возлюбил Бог в мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог мог возлюбить весь мир и просто ограничиться словом. Он мог сказать через пророков, через кого-то еще рассказать всем людям, на планете земля, что Бог любит человека. Но если бы Бог делом, ничего бы не сделал бы для нас, для спасения нашего, что пользы от таких даже слов. Почему апостол Иоанн писал, что дети будем любить не словом или языком, а как делом истинною. Оказывается, наше поведение, наши дела, это очень важно. когда мы с вами ведем определенным образом, ведем себя определенным образом, мы являем пример двояки. Или наш пример это будет пример, как надо делать, или будет пример, как не надо делать. но я бы не хотел, чтобы и я, и кто-то из вас оказались отрицательным примером, как не надо делать. Я очень хочу молять Господа, Боже, помоги, чтобы я и все слушающие оказались положительным примером, как надо делать, положительным образцом нашей жизни. Я не помню, я один пример читал, он так остался моего сердца, не помню, я здесь рассказывал или не рассказывал, но я рассказывал повторение мать учения, но еще раз расскажу. И там в этом примере описывается об одной женщине, она была христианна, она была верующая, и вот она ехала на машине, она сильно торопилась куда-то утром, на работу еще куда-то, и обычно когда мы сильно торопимся, когда сигнал, светофоры, и вот еще там желтое замелькало, что мы стараемся сделать, постараемся на газ нажать и проскочить, но желтый сигнал допускается что ли проезжать, вот если без резкого торможения нельзя остановиться и она впереди еще одна машина, но тот водитель никуда не спешил, не торопился, он спокойно встал на этом желтом сигнале, потом загорелся красный, а куда ей деваться, она за ним, и она по тормозам тоже, и она объехала его, поравнялась с ним, открыла окошко, и как говорят в мире спустила собаку на него, она стала ругаться ты что такой тормозишь, ты что такой медлительный, ты видишь я опаздываю, что не мог проскочить на желтый сигнал, я бы за тобой проскочила бы, я сильно опаздываю, если за тебя я теряю эту целую минуту на этом красном светофоре, я не знаю, что тот мужчина переживал, какие эмоции напоминали его, а такой речи, тоже речи, когда уже загорелся сигнал, даже она по газам она пролетает в перекресток и на ту беду стоят сотрудники ПТД и останавливают ее, эту женщину, сестру, она остановилась, он подошел, представился, попросил документы, она и на него стала ругаться, вы что меня останавливаете, какое вы имеете право, я что, нарушила правила ПТД, если бы я нарушил, то вы бы имели вас права, не меня проверять, я же ничего не нарушила, и я спешу, я тороплюсь, спокойно, ваше документальное положение, ну куда деваться, она документ или мое, он так взял, проверил, и начал машину обходить, там на машине Иисус любит тебя, как это значит, любит, такие надписи делают, там рыбка была, ну, символ христианства, слова Иисус любит тебя, он так обошел в машину, подошел, и говорит, знаете что, вот, смотря на вашу машину, вы верующие, но смотря на ваше поведение, вы совсем не верующие, попал ей документ, и она поехала, она потом писала, мне так было больно, мне так было стыдно, до глубины души, пола стыдно, что мирской человек по машине назвал верующих, а по поведению по жизни неверующих, а что является нашей настоящей картиной, верующими или неверующими, я думаю, нашим поведением, по плодам их, узнаете их, не по машине судят, не по внешнему, благочестью судят, по поведению судят, какой ты или я. И дальше апостол Павел пишет, будь образован в слове, в житии, в любви. Наша любовь, она бывает очень избирательна, особенно в практике нашего служения, да, когда ребенок такой гладкий, пушистый, послушный, добрый, проблем на уроке не создает, ну, хороший мальчик, хорошая девочка. Как мы относимся к такому ребенку с самыми не лучшими чувствованиями. Мы любим, мы расположены, мы готовы, может, и отдельно поговорить, и побеседовать, и самое лучшее, что есть, дать до этого ребенка. Но практика показывает, что не все такие люди хорошие, идеальные, даже в церкви. Это можно признать, есть разные люди, есть, да, есть хорошие, есть такие гладкие, есть очень голкие и колючие люди. И вот отсюда, соответственно, у нас определенные чувства и реакция к такому и к такому. Любовь избирательна бывает, который проблемный человек, проблемный ребенок, то у нас может быть даже некоторое отторжение, как бы я хотел, чтобы вообще в его на уроке не было бы этого ребенка. А теперь у меня вопрос, братья и сестры, будь образцом в любви. А какой мир вообще Бог возлюбил? Ибо так возлюбил Бог мир. Хороший, идеальный, совершенный, святой, праведный, любящий Господа и заполняющий Его заповеди. Отнюдь нет, не такой Бог мир возлюбил, а возлюбил падшие, греховные, жестокие, мерзкие, погрязшие, беззаконные греха. Такой мир возлюбил, и возлюбил так, чтобы отдал Сына Своего Единородного. О, Господи! Вот такой пример Он нам, Христос, в Себе предлагает, а мы это проецируем, проецируем на тех людей, которые рядом вокруг нас. Повторяю, не будут все пушисты, не будут все гладкие, будут и колючие иголки, которые обойдут, которые недодадут вам что-то или много в своей жизни для вас. Унизят, и оскорблят, а может быть, они говорят лишнего, что угодно. Ну, а Безец, когда мы не выбираем вопросы любви, а когда мы смотрим на Бога, если Он такой мир возлюбил, и потом этот мир меняет, людей меняет, если мы любим это настоящей любовью, как брат Павел любит говорить Морозов, надо любить по-настоящему, надо делать по-настоящему, когда мы по-настоящему любим, тогда действительно это меняет людей, будь образцом любви. Вот дальше очень интересное слово, образцом будь в духе. Что значит в духе? Конечно, я хочу, может быть, немножко такую фразу сказать, которая вам будет, ну, не очень понятна или приятна. Вообще, в греческом языке вот это слово в духе нет. Вот даже ради, даже если такая фраза, кто не верит, пусть проверит. Посмотрите греческий текст, в духе там нет, но в отдельных переводах почему-то встречается. Может, какие-то отдельные манускрипты, может, какие-то отдельные источники, где-то это слово и стоит, я не знаю, но все равно в отдельных переводах в духе есть. Если мы посмотрим на эту истину в контексте всей Библии, то это в духе имеет очень важное значение. Например, если мы посмотрим книгу пророка Исаия, 26 глава, 3 стих, там сказано, «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповай он». Оказывается, есть люди твердого духа, когда мы твердые в вере, в уповании, когда мы твердые в верности. Что значит твердый духа? твердый предмет или твердый материал, он способен сохранять свою форму независимо от своего местоположения. Где бы его не положили, если он твердый, он сохраняет свою форму. Есть, например, такие материалы или такие вещества, которые не обладают такой твердостью. Например, возьмите вода. Вода принимает ту форму или форму того сосуда, куда ее наливают. Если мы налили воду вот в такой стакан, то и вода принимает такую форму. Если мы налили воду в кувшин, вода принимает форму кувшина. Вот такие есть люди. Они не постоянные, они не твердые. И когда они находятся в собрании, они имеют одну форму, один образ поведения. Если они оказались в школе, они там совсем другие. Они оказались дома, они третьи. Они принимают ту форму, тот образ того общества, в котором они оказались или находятся. Это люди, повторяю, непостоянные. Это люди, которые не твердые, не нашим и не вашим. Как все выражается, и нервный бык, и не мясо. Но есть люди твердые духом. И возьмите этих трех юношей, сыгран и сахар и артинага, когда они были там на родине, когда рядом были родители, близкие люди, друзья. Да, я допускаю мысль, это были хорошие богопоязвенные люди, но они оказались в экстремальной ситуации, они оказались в Вабилоне, и когда их жизнь оказалась в опасности, им нужно было показанием этого Вабилонского царя поклониться этому истукану, они оказались твердыми, они сказали, знай царь, мы этому истукану не поклонимся, Бог сильно сохранит нас, но если даже этого не случится, знаем мы, что этому истукану не поклонимся, это люди твердые духом, будь образцом, потому что ситуации тоже бывают разные, я встречал людей, когда они занимались в воскресной школе потом какие-то проблемы начались они потом приходили говорили все мы не будем заниматься в воскресной школе почему то я думаю у меня с 10 ну и что надо решать эти ситуации надо решать да надо идти к служителям молиться и нет безвыходной ситуации нет нет, я верю в Бога, все могу, укрепляюще меня в Иисусе Христе. Поэтому будь тверд духом. Есть еще одна интересная книга, в притче сказано, что город разрушенный без стен, то человек не владеющий духом своим, а в другом переводе не владеющий собой. Я уже с вами говорил, когда какая-то ситуация, где-то как-то человек начинает пылить, начинает пыхивать, начинает раздражаться, он начинает даже как-то себя вести не самым лучшим образом. Это человек, который не владеет собой. Это люди, которые решили из образца, быть образцом, но будь образцом в духе. И дальше сказано, в вере. Да, это слово, опять же, из греческого текста переводится как верность, доверие, убежденность. Один пример приведу. У нас ряд лет назад был детский выезд, точнее, детский выезд, который в церкви организовывается. И, что интересно, поехал старший пожилой брат. Пожилой брат уже на пенсии был. И когда он был на этом выезде, примерно около ста человеком было, и готовилось мероприятие, готовились преподаватели, готовились дети. Это должно было быть на улице мероприятие. И вдруг набежали тучи, пошел дождь. Такое у всех уныние, готовились, старались, ожидали, стремились, а теперь все, а теперь все надо отменять. Отменили многие, но только не этот пожилой брат. Он собрал, там где было уже помещение, собрал весь выезд и сказал, дорогие друзья, будем молиться, чтобы сейчас Бог назагнал эти тучи. Я скажу очень смелые решения. А знаете почему смелые? Можно помолиться, чтобы тут же они разогнались. А сразу какая мысль может прийти? А если они вдруг не разгонятся? А если они не разойдутся? Ты же брат молился, ты же пастер, ты же служитель, ты же берешь на себя такую ответственность. Но была вера. И было доверие. Было доверие. И начали молиться. И он во имя Христа эти тучи прочь отсюда! Начал повелевать, начал молиться. Прошло очень короткое время, и Бог чудо сделал. Вот эти тучи вдруг стали рассеиваться, рассеиваться, стали расходиться, разбегаться, и опять светлое небо и мероприятие. И оно осуществилось, слава Богу. Дорогие мои, это образец. Даже когда бывает, знаете, руки опускаются, и казалось бы, что делать? Но если руки опускаются, есть тот, кто неизменный в слове Бог. Он неизменный, он дал обетование. Просить и домой будет важна вера. И доверие Богу. И Бог сделал чудо и благословение. Ну и последний здесь пункт, где сказано, и занимайся верой в чистоте. Вообще, это слово тоже, грешеское слово, агнея, переводится чистота, непорочность, целомудрие, нравственная строгость. Я не хочу много говорить, уже время много, сейчас мы будем к молитве приходить, но хочу привести некую аналогию. Когда вот, например, вы находитесь на берегу озера или моря, и когда вода чистая, вода прозрачная, что вы видите? Вы видите дно, вы видите камни, вы видите все то, когда чистая вода, сквозь нее видно. И однажды такая мысль пришла мне, когда мы с вами ходим в чистоте, мы ходим целомудрие, когда блаженны чистые сердцу, ибо они Бога узрят. Когда мы ходим в чистоту, и наши помыслы, наши слова, наши мотивы чистые сквозь эту чистоту, кого видать? Видать Христа, агнея, видать нашего Господа. И поэтому, вот уже брат Олег говорил, что нужно для того, чтобы быть образцом, а я, чуть-чуть уже подходя к молитве, хочу тезисно проговорить какие-то пункты. И уже о Слове Божьем было сказано. На самом деле, чтобы построить дом, что нужно? Нужен проект. Проект – это тот образец, по которому мы строим все. Можно на глаз, можно примерно, как-то или что-то, но криво не построишь, когда есть проект, и есть грамотные, умные люди, составляющие, которые рассчитывают все эти пункты этого проекта. Тогда и дом получается красивый, прочный, надежный, имеющий запас прочности. Поэтому вот это Слово Божие, пребывание в нем – это очень важно. Чтобы вот нам быть образцом, да, мы должны с Христа образец брать. Но, друзья мои, очень важно в себе взращивать постоянное желание брать пример с Христа. Вот это нужно взращивать. Когда мы об этом вспоминаем, что мы должны Христу подражать, когда брат хорошо скажет на эту тему, «О, вспомни, да, теперь я должен об этом подумать немного, что нужно с Христа пример брать». Это должно быть нашей ежедневной практикой – взращивать это желание в себе. То есть размышлять, об этом думать, об этом молить, чтобы это было нормой в нашей жизни. И почаще задавать вопрос, а как бы Христос поступил в этой ситуации. И еще один совет могу предложить, чтобы нам вот правильно с Христа пример брать и быть образцом. Делайте анализ дня. Вот день прошел. Что мы делаем? Ну да, мы помолились, попросили у Бога благословения. Господи, благослови. Подушку обняли и уснули. Да просто хотя бы выдели немножко времени анализ сделать. Как прошел день? Во всех этих пунктах я был образцом. И если где-то я, когда я проверяю, анализ сделаю, и я замечаю, вот здесь я поступил неправильно, можно было вот так поступить, то если мы увидели неправильные поступки, это нас приводит к покаянию. Это первое. А второе, мы начинаем какие-то уроки для себя брать. Дать вот в эти ситуации лучше вот так поступить. И буду просить у Бога силы и мудрости. Но если мы уроки не берем, анализ не проводим нашего прошедшего дня, ты будешь наступать на грабли дважды, трижды. И будешь спотыкаться. И будешь иметь проблему. Поэтому наступать дважды на грабли, это глупо очень. Поэтому нам нужно анализировать, нам нужно какие-то выводы делать и исправляться. Ну и конечно очень важная усиленная молитва. Потому что много может что? Усильная молитва праведного. Много может. Поэтому, друзья мои, приходя к молитве, давайте мы для себя еще раз возьмем этот девиз, что во Христе иметь образец, это надо, это важно, это фундамент, когда мы взираем на него и с него пример берем. Но давайте не будем забывать, что к нам, ко мне лично направлено это слово. Ты будь образцом, я хочу быть образцом. Если ты будешь образцом, ты убережешь многих от ошибок. Мы сегодня говорили, потому что когда образец перед нами, то это нас оберегает от ошибок. И Божье благословение, оно будет на тебе. Когда ты будешь образцом, ты будешь к этому стремиться, ты об этом будешь молиться, ты будешь стараться это делать. На тебе будет благословение, а для людей, на которых благословение, есть одно чудное готование. Вы помните сказано, что Господь скажет, войдите в благословенные в царство Отца, готового нам поднять о создании мира. Поймите, благословенные войдите, оказывается, благословенные входят. Поэтому будем цель этого благословения, будем стремиться, будем образцом, будем наше сна взрывать. И будем в этих сферах стремиться. И Господь поможет нам, а для этого будем сильно молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, каждого служителя, труженика, преподавателя, помощника, может музыкального работника, на всех уровнях, во всех местах, быть образцом для верных, для окружающих нас. И чтобы Бог помог нам в этом, скажем, Господи, помоги, и Он поможет вставшим. Будем молиться и будем обращаться к нашему Господу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...